Всем добрый вечер. Я являюсь сотрудником компании SoftBalance. Моей непосредственной деятельностью является работа с Bittrex24. Но сегодня я буду рассказывать про боты в Телеграме. Сегодня многие лекторы говорили бот, 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 бот. Кто-то пишет бота для себя, кто-то еще кого-то. Мы сегодня постараемся разобрать, как это все работает, какие есть у нас варианты. Итак, если бы сейчас был январь 2018 года, я бы задал вопрос. Кто знает, что такое Телеграм? Но со всеми историями с Роскомнадзором я задам другой вопрос. Кто не знает, что такое Телеграм? Поднимите руку, пожалуйста. Вот, хорошо, таких нет. А кто пользуется Телеграм? Вот, все подняли. Вот смотрите, по статистике Роскомнадзора, по-моему, вчера приводили. Телеграмом пользуется 4% населения Российской Федерации. Вы почти все подняли руку. То есть у нас гораздо больше. Ну, конечно, да, все в Питере. Так. Что у нас может Телеграм вообще? Мы можем общаться один на один. Мы можем создавать многопользовательские чаты. Когда у нас там большое количество человек, сейчас эти чаты могут быть размером до 2000 пользователей. Есть секретные чаты. Очень классная штука, да. Мы можем общаться с человеком, настроить уведомление, удаление сообщений. Это сообщение может быть через 2 секунды или через 7 дней. При этом, если человек будет пытаться сделать скриншот такого чата, я также об этом узнаю. Есть каналы, да, то есть где у нас есть только там 1, 2, 3, 8 админов, которые постят какую-то информацию, вы можете его только читать. Есть звонки, есть работа с видео, аудио, стикерами, многим-многим другим. Ну и, соответственно, недавно появилась прокси, да. То есть они сами придумали, как себя обезопасить. У нас есть клиенты под мобильные платформы, у нас есть клиенты под macOS и Windows, у нас есть веб-версия. То есть все это телеграмму приводят пользователи, всех нас. В июне 2015 года появилась API. И нам, как разработчикам, это развязало руки. То есть мы получили инструмент получения какой-либо информации, передачи какой-нибудь информации через API, через телеграм. Итак, боты. Коротко о возможностях. Боты у нас также, как и при общении один в один, могут выполнять все функции, которые у нас в первой линейке. При этом они также могут взаимодействовать с геолокацией. Есть такая штука, как fly location, когда мы транслируем нашу позицию и система следит. Но мы говорим системе, что сколько ты будешь за нами следить? Час, 8 часов, минут сколько. При этом мы можем дать пользователю возможность взаимодействовать с ботами в виде клавиатуры, в виде выполняемых команд. И есть такой онлайн-режим, когда мы просто в любом чате вызываем бота. Кто с гифками вызывал, просто пишите нам собачка гиф, и система начинает нам подгружать возможные варианты гифки по нашему запросу. При этом система API также позволяет писать игры. На HTML5 мы можем написать различные игры, нашим пользователям давать возможность в них играть, возможно как-то это монетизировать. Работа с командами. Вот как раз одно взаимодействие. Система поддерживает вот такие задокументированные команды, они у нас через dfiz пишутся. Мы обязательно пишем, что эта команда нам дает, делают какой-то help. в правилах хорошего тона. И их используем. Вот у нас, например, в данном случае new bot, создать нового бота, и система начинает выполнять какой-то сценарий по тому, что мы прописали. Есть возможность работать с клавиатурами. То, что я говорил, и кнопочки. Первый вариант, когда мы создаем клавиатуру внизу текстовой области, по сути это также некоторые зарезервированные нами слова на определенный сценарий, который человек кликает, и наш скрипт будет его потом в дальнейшем отрабатывать. Есть вариант клавиатуры под сообщениями. Вот такие вот кнопочки на сером фоне у нас здесь. Что они делают? Они могут обновлять вот это сообщение, которое было отправлено. Если кто-то пользовался ботом, как бы это хорошо не было или плохо, на скачивание книжечек каких-нибудь, автора пишите, он выдает список книг автора, и вы можете по страничку переключать. Что это нам дает? Мы не заспамливаем наш чатик большим количеством сообщений, мы просто обновляем одно и то же окошко. Есть боты с комбинированным интерфейсом. У нас здесь пример бота игры. У нас внизу основное меню, что мы можем делать. У нас выпадает сообщение, как интерфейсное окно, и мы там принимаем какие-то меры. Это у нас пример игры по Fallout. Ну, наподобие. Ходишь по пустошам, что-то там побеждаешь, монстров что-то делаешь. Языки программирования, конечно же. Пишем на всем популярном. Есть большое количество библиотек, которые развиваются вместе с развитием API. Да, оно тоже постоянно развивается, что-то новое ребята выкатывают. Но я столкнулся с PHP. У меня был ботик. Библиотека умерла. Она перестала поддерживаться. Потом пришлось все это переписывать, переделывать. Неприятная история. Но за этим тоже придется нам следить. И все-таки с чего мы начинаем, когда создаем бот? А вообще есть люди, которые ботов писали? Меньше половины зовут, то есть будет, возможно, интересно. Итак, на самом деле все просто. Есть у Telegram отдельная страница с описанием API. Есть бот для создания ботов. Он так и называется BotFaser. Мы его находим у нас в нашем Telegram в списке пользователей. И начинаем давать ему команды. Создай мне нового бота. Он тебе говорит, что дай мне его имя. Как он у нас будет называться, как будет искаться. И в итоге выдает нам токен. И затем в дальнейшем мы можем на специальную ссылочку отправлять get или post-запросы с определенными командами, которые у нас в API. И у нас система будет выполнять действия. Ну, вернее, как бот будет отправлять в чат человеку какие-либо действия, которые мы в него заложим. Боты и пользователи. Как нам их отличать? Во-первых, у нас бот не имеет статуса онлайн. Но если мы зайдем в карточку клиента, в карточку контакта, то мы можем видеть, когда у нас человек последний раз был, 5 минут, 10 минут назад. Или он не показывает. У бота такой штуки нет. Сообщения удаляются после обработки. Что это имеется в виду? Наши сообщения, которые мы ботом отправляем пользователю, не будут храниться на сервере у Telegram. Мы не сможем к ним вернуться. Никогда. Поэтому, собственно, они удаляются. Боты не могут начинать беседу первыми. То есть, молодой человек задал вопрос, что можем ли мы пользователя сподвигнуть что-то сделать. Мы можем сподвигнуть только в том случае, если он нам когда-либо писал. То есть, даже если у меня есть два бота, один бот знает, а ID-шник моего пользователя, другой нет. Вот второй бот, даже если он подсуну этот ID-шник, он не сможет начать ему ничего писать. Нам обязательно нужно, чтобы общение было инициировано пользователем. И да, юзернейм у нас обязан заканчиваться на слово бот. Если мы посмотрели, это бот-фазер. На самом деле, бот-фазер, бот. Там есть такой нюанс. И не отвечает на все сообщения в группе. То есть, если мы добавим нашего бота в общий чатик, где много пользователей, бот не будет на него реагировать. Нам нужно как разработчикам проделать определенные действия, написать ему определенные настройки, определенные команды. То есть, просто так он работать не будет. Ограничения, какие у нас есть. У нас всегда есть какие-то ограничения. Нельзя просто взять и разработать бота. Что мы видим? Не более 20 сообщений в минуту для группы. Он не сможет обрабатывать более 20 сообщений. То есть, если у вас 100 пользователей, все напишут, он будет подтупливать. То есть, вам нужно думать об очередях, как все это у себя обрабатывать, настраивать. 30 сообщений в секунду разным пользователям. Соответственно, если с ботом общается более 30 человек, они все ему написали, для кого-то тоже наступит некоторая пауза, и бот будет долго-долго ему отвечать. Передача и загрузка файлов. Тут у нас ограничения 50 и 20 метров, грубо говоря. Наверное, поэтому нет бота для скачивания фильмов. Только перейти по ссылочке и найти там еще что-то. Так бы уже торренты сделали. Там все бы скачивалось. Было бы очень удобно и классно. Чат-бот-бот. Мы не можем заставить двух ботов общаться между собой, чтобы они создали чатики, что-то там делали. Как эксперимент с Алисой был. Там кто-то на фейсбуке выкладывал. Две Алисы друг с другом пытались договориться. Выполняем команды других ботов. То есть что здесь? Так как у нас сообщения вот эти не регистрируются, то мы не прокинем сообщение одного бота другому. Но есть хак. Если обратиться по имени, сказать, что вот ты бот и кинем текст, он сможет это обработать. Это такой маленький нюанс. Тогда мы можем заставить ботов в чате взаимодействовать. И теперь примеры. Есть много ботов. Я уже сказал, что для книг есть боты и игры. Кто-то говорил, что сегодня я рассказывал, что они для себя пишут ботов, которые сообщают, что там доменное имя закончилось, сервак упал, сообщение с гита. Много-много другого. Так исторически сложилось, что я был причастен к созданию двух ботов, но они были заточены под определенные цели. Давайте посмотрим. Первый. Тут нужно такое вступление небольшое произвести. Есть на территории СНГ такая игровая сообщество. Если кто-нибудь когда-нибудь видел людей, бегающих с фонариками по заброшенному зданию, так вот это не специально развлекался, это вот эта группа людей играла в живые квесты в реале. Обычно как выглядит команда, ну, собирается некоторое количество людей, они делятся на команды, у них есть игровой движок, им приходят задания, они эти задания выполняют, если коротко. С 2004 года это все у нас развивается, и если вы видите, да, сколько у нас есть команд в различных странах, и сколько у нас участников. То есть комьюнити довольно-таки большое на самом деле. Как выглядит движок? Это пример вот недавней игры, она была по первому игроку приготовиться. Есть задания, есть координаты каких-то локаций, объектов в реальной жизни на карте, есть бонусные задания, основные задания. Туда нужно вбивать правильные ответы. Если вбил неправильный ответ, на тебя движок будет ругаться. Вбил правильно, ты молодец. Задача, как всегда, быть первым. Кто быстрее, тот молодец. Так как команды разные, они бывают маленькие и большие. Когда команда становится большой, а это примерно 60-80 человек, то управлять этим стадом становится сложно. Во время игры нам нужна коммуникация. Также происходит деление, как в любом командном спорте. В футболе есть защитники, нападающие. Здесь же есть игроки, которые бегают по запросам. Есть, которые сидят в штабе. Кто-то говорит, вбивает координаты, куда ехать. За всем этим отслеживается. Нужно быть быстрее, как я уже сказал. Поэтому нужно все это в каком-то месте собирать и как-то этим управлять. Для этого мы с коллегой моим написали следующего бота. Что он умеет делать? Во-первых, он автоматически информирует игроков. То есть мы берем и парсим HTML-странички заданий, которые приходят. Давайте на первом этапе парсили, потом расскажу, что изменилось. Мы видим информацию о том, какой у нас сейчас уровень, сколько времени на уровень, сколько, когда нам придут подсказки, бонусы, многое-многое другое. Эта информация постоянно обновляется, бот за всем этим следит. В чем профит? Нам не нужно на это выделять человека. То есть раньше мы должны были информировать своих коллег. Сейчас мы этого не делаем. Это все автоматизировано. Нам система говорит, что мы уже сделали, что мы не сделали, что нужно выполнить. Мы знаем, когда пришла подсказка с условием плохого интернета, если мы находимся где-то в дебрях Ленинградской области или, как оказалось однажды, где-то в Ростовской области, не, не Ростовской, в Смоленской области. Там не было интернета. У Телеграма есть особенности. Ему не очень много надо интернета. Он очень быстро пропихивает сообщения. Каких-то крохи. При этом мы работаем с картами. Благодаря Google API мы смогли подцепить карту. Что происходит? Мы вычленяем из страницы координаты и даем информацию. При этом, что полезно вам? У Телеграма есть разные форматы написания текста. И вот если кто-то скидывал код, там три кавычки ставишь, кидаешь код, три кавычки, то он вот таким вот красивеньким шрифтом его выдает. В чем удобство? Мы можем просто тапнуть на него и быстро скопировать. То есть в отличие от обычного текста. Соответственно, также с помощью Google API мы получаем карту, ставим точку. В чем удобство для людей, которые управляют штурманом, грубо говоря. Что можно сделать в Телеграме? Тапнуть на карту и перейти в любой навигатор. То есть да, мы сразу построили маршрут. Но более того, благодаря Google карту мы сразу видим маршрут, который нам надо проделать, оптимальный, как считает Google карта. Мы видим точки, мы видим время, мы видим расстояние. При этом мы создали админскую страницу, грубо говоря, бота, обычная веб-страничка, на которой мы видим все места, где мы были за эту игру, циферки, да, и про fly location, которую мы рассказывали сегодня. Мы видим людей, где они находятся в данный момент. То есть мы можем этим всем управлять. Работа с чатом непосредственно. Как я говорил, есть правильные ответы, есть неправильные ответы, да. Грузить страничку HTML в движка довольно-таки долго. Мы научили ботика понимать, что мы хотим сообщить движку. То есть и он нам в ответ говорит, правильный ты ответ был или неправильный. Правильно будет видеть вот так. Соответственно, в любой команде есть разбор, да, кто что сделал, кто накосячил, кто не накосячил. Мы вынуждены были все это записывать в отдельную базу данных, чтобы затем понимать, какой пользователь, вот это у нас ник в Телеграме, что он вбил, в какое время, да, чтобы понять, где мы поступили правильно, где неправильно. и соответствие команда. Рождались с муками, да, потому что изначально нужно было просто собирать информацию с чата. А что это все вылилось? Большое количество команд. Одно из самых интересных это KML. Что это такое? Если кто работал с картами ОСМ, там еще какие-нибудь, есть возможность скормить им фалик точек, и они быстренько тебе их расставят. Что в итоге сделали? Собрали с движка все координаты, которые есть, нажали команду, система нам выплюнула файльник. Мне достаточно его у себя на телефоне сохранить, перекинуть в приложение, да, и у меня все карты поставлены. Для чего нужно? Мне не нужны Google карты, которые мне нужны интернетом, еще что-то, да, я просто все вижу на безинтернетных картах, которые у меня были скачаны. Что нам для этого понадобилось? Да, то есть непосредственно писали все это на Java со своим, там, файлбоком, база данных, Google Maps API и много-много человек часов. Почему много-много человек часов? Потому что, как вы понимаете, это проект не коммерческий, да, мы, его никто у нас не заказывал, но сейчас, так как видели, какой комьюнити, его активно продаем, просто доступ к боту. Ну и основной разработчик, да, мой сокомальник, дорогой, замечательный, который это все программировал, да, я больше был с идейной стороны, так как мне нужно было все эти инструменты. Но нельзя на конференции Bittrex, да, делать доклад, не используя слово Bittrex, поэтому, да, бот для Bittrex 24. Так исторически сложилось, опять скажем, я против какого-нибудь общения по работе, там, в чатах, в каких-то, в социальных сетях еще где-то. Так как у нас 24-ка, я лично считаю, что правильно общаться в ней. Но я не против того, чтобы иметь доступ к информации, которая есть в 24-ке, да. Мобильное приложение, которое есть у ребят, оно избыточно. Ну, мне, например, так как я работаю с задачами, уведомлениями, встречами, мне не нужно все вот это богатство, которое там есть. И у меня было свободное время, любопытство, вышел Telegram API, да, и нужно было, я решил написать бота для получения информации непосредственно с портала. У меня были простые задачи, я хотел, для реализации, я хотел видеть список задач, читать его, да, как-то дифференцировать, то есть понимать, кто к какой группе относится. Я хотел иметь возможность прочитать детально о задачке. Посмотреть комментарии к этой задаче и иметь возможность создавать новое. Все довольно-таки просто. Почему новое? Потому что периодически, как бы, не было прискорблено, и мои желания не совпадают с желаниями коллег, что они прилетают в Telegram, и я хочу из этого создать задачу, напоминалку, что-нибудь. Ну, мне неудобно открывать портал, все это делать. Посмотреть хочу встречи, при том, я ограничил себя, что мне важно видеть, что у меня сегодня и, в принципе, завтра. Более его не надо. И уведомления. При том, уведомления я хочу просматривать те, которые приходили, ну, что если что-то пропустил, и, соответственно, чтобы они приходили в автоматическом режиме, да, как они в портал приходят. Здесь то же самое. Итак, что у нас из этого получилось? Первое, по задачкам. Ботик, естественно, ой, простите, небольшое отступление, да, ты вначале, когда начинаешь работу с ботом, ты вводишь логин от портала, логинишь, то есть система запоминает, мы там в Highload записываем айдишник пользователя непосредственно. Бот работает только в чате один на один, да, в общем, в чате его использовать нельзя. Собственно, я могу получить список задач. Почему? Сразу спросите, я использовал такие команды, а не кнопочки. Интерфейсно, конечно, было бы красиво, но таким образом, когда мне приходят сообщения, я могу по боту делать поиск текстовый. Когда у меня сообщения обновляются, у меня то, что обновилось, я уже искать не могу. Собственно, задача делится у меня на те, которые я делаю, и те, которые я поставил. Я считаю, что это основной тип задачи, да, почему я не выносил про наблюдающийся исполнитель, да, на уведомлениях расскажу, собственно. Далее. Так выглядит у меня список задач, у меня есть группа, у меня есть название задачи, я могу перейти в описание, перейти в комментарии, я выделяю для себя просроченные задачи, важные задачи, многое-многое другое. Дальше, собственно, описание подробное, при том, у меня есть ссылка для того, чтобы я мог перейти на портал, ну, так я с дестопа, если сижу, да, я на него быстро перешел. комментарии по задачкам, вот последнее, да, при этом система у меня умеет обрабатывать ссылочки, которые есть, она умеет обрабатывать картинки, если у меня в задаче есть файлы, то я могу взять, у меня появится ссылка download, и он мне его, в принципе, скачает, если у меня один файл. Как я ставлю задачи? Собственно, мне достаточно сделать команду task add и написать текст. У меня в портале создаться задача с тегом, что она из телеграма. Второй вариант. Я беру и просто из другого чата делаю forward. И в таком случае у меня создаться задача, помеченная, что она из телеграма, с описанием того, что было написано от человека. При этом я выношу в описание, кто мне что написал, чтобы я знал, кто это. Теперь встреча. Ну, тут тоже все просто. Переходим в меню, разделяем на сегодняшнее и завтрашнее. В тексте я вижу в виде списка, с кем я могу встретиться. И по уведомлениям. То есть у меня есть всегда значечек, сколько у меня уведомлений, он совпадает с тем, что у меня на портале. И я могу посмотреть все уведомления или только непрочитанные. Когда мне приходят уведомления, они также у меня с ссылками на задачи, описание и прочие вещи. Почему мне не надо было выводить соисполнителя и наблюдателя? У меня оно придет в уведомление, если там что-то произойдет. Я это не отключаю. И я могу всегда обратиться к ним. В истории они у меня сохраняются, я могу их всегда найти. Собственно, что мне понадобилось? Мне понадобилось PHP, 30 часов буквально, и фреймворк Битрикса. Соответственно, здесь еще была, Даня указал, библиотека для работы с ботами. Что я хотел сказать этими двумя примерами. Задачки бывают разные, вы можете решать мессенджером, которым вы пользуетесь, довольно-таки простые вещи. То, что ребята делают, это очень круто. Это правда очень круто. Я смотрел, восхищался. Но не обязательно иметь какую-то сложную систему. Вы можете всегда для себя что-то такое локальное написать. Для этого все инструменты, есть мессенджеры, которых вы пользуетесь каждый день. В принципе, у меня все. Спасибо вам большое. Спасибо.